Всем привет! Меня зовут Татьяна, мне 42 года. Хочу немного поделиться с вами своей историей. Она для меня очень тяжелая, надеюсь, вы меня услышите. Для того, чтобы, возможно, и вы начнете действовать. Всю жизнь веду, можно так сказать, активный образ жизни. Занималась спортом в детстве. Практически ничем не болела. Ни ветрянкой, никакими ОРВИ. Можно сказать, была здоровым ребенком. В 21 год у меня скрутились кишки. То есть был завороток кишок. Меня прооперировали. И после этого у меня стало происходить странные вещи. То вздутие животика, то у меня там урчание какое-то. При этом при всем я занималась спортом постоянно, активно. Вела, конечно же, беспорядочный образ жизни. Сигареты, поедание вкусной еды, полезной, как мне казалось. Регулярно сдавала анализы, лечилась. То от молочницы, то от цистита, то от каких-то хронических заболеваний, где взялись непонятно в 21 год, у меня скрутились кишки. Меня порезали. То есть на каком фоне это все произошло, до сих пор неизвестно. То есть как до сих пор неизвестно? До сих пор неизвестно врачам. Мне это уже сейчас известно. После этого продолжала жить. Вела беспорядочный образ жизни. Секс не в замужестве. Пропаганда для здоровья. Поедание неправильной еды. После я вышла замуж, забеременела. И на пяти с половиной месяцах у меня случилось горе. Мне пришлось прервать беременность, так как у моего ребенка не сросся пуп. Это были искусственные роды. И после этого я очень сильно заболела. И психически, и физически, и морально. У меня началась диарея. Диарея в длиною в 14 лет. Диарея была раз по 8-9 в день. Это постоянное хождение по всем врачам, сдача анализов. Лечили меня от всех болезней. Просто начиная там язвы, гастриты, панкреатит, холецистит. Кстати, гепатит, который непонятно где взялся после операции. Гепатит, который нельзя полечить. Вот просто он у меня сидит, он во мне живет. Я являюсь типа якобы носителем. Сама я им не болею. Он никак не проявляется. Единственный момент постоянно был желтый налет на языке. Иногда раздувала печень. Тоже вот. Хотя я спортсменка, и у меня худое телосложение. Вся в мышцах. Ну, скажем так. Болела очень долго. Постоянное хождение по врачам. После чего по анализам я здорова, а в оконцовке я болею. Моя гормональная система просто упала на самый нет. У меня прекратилась менструация очень рано. То есть ранний климакс. Я полностью вся осыпалась кистами. Грудь. Спина. В голове уже что-то там стали находить. Какие-то там типа опухоли. И уже просто врачи сказали, что мне пора идти к бабкам, к деткам, потому что непонятно. По анализам я здорова, а по факту я болею. Далее я поступила в спортивный университет. Не для того, чтобы получить образование. Для того, чтобы понять, что со мной происходит. Так как я могла себе позволить там и покушать устрицу, свинцом с беленьким. В один прекрасный момент, это вот как раз тот момент, когда у меня была диарея постоянная. Это был каждый день, это на протяжении 14 лет. У меня выпал полметровый глист. Аскорит который. Тогда я полностью сошла с ума и начала просто все изучать по поводу паразитов. И когда я обратилась к доктору с тем, что доктор, а возможно моя диарея на фоне паразитов. На что он мне сказал, что такого быть не может. Опять он мне дал там кучу таблеток, я их выпила. Но я же понимала, изучив уже предварительно, что невозможно одной таблеткой убить аскориду, которая откладывает в сутки по 240 личинок. И растет она 9 месяцев просто. Я понимала, что длительный понос меня приведет просто к раку кишечника. Потому что постоянное обезвоживание, я теряла силы, я перестала спать, у меня постоянные были нервозы, неврозы. Я вот так поднимала руку и вот так вот с рукой вверху и оставалась. Массажи, иглоукалывание, ставили банки мне на спины. Что я только не делала, ровно хватало это на неделю и вновь все возвращалось. Психическое состояние мое пришло уже просто до такой степени, что меня просто на работе уже отправляли все к психиатру. Но я пошла. Мне прописали таблетки, понятное дело, для того, чтобы якобы успокоиться. Таблетки не давали никакого эффекта мне. Мне все равно становилось все хуже и хуже и хуже и хуже. И я стала пытаться сама себя лечить. В один прекрасный момент я поняла, что мне нужно уходить от всей животной пищи. Мяса, рыбы, яиц. Потому что, потребляя их каждый день, я понимала, что мне от них становится хуже. В один прекрасный момент на просторах интернета мне повстречалась Катерина, витокатарсис. Я стала очень изучать все, что она говорит, каждое ее видео. Меня как током шарахнуло, я поняла, что этот человек может мне помочь, моей проблемой. И я к ней обратилась. Катерина поверила в меня и помогла мне. Я приступила к лечению, к ее лечению по ее программе витокатарсис. Через три недели принимания перекиси, соды, горьких трав, ну и так далее. Каолиновые глины, очень большой спектр, скажем так, народных препаратов. Через три недели у меня прошел этот понос. И вот тогда я полностью взлетела. Казалось, что вот эта болезнь очень долго у меня будет уходить. Помимо поноса у меня появился геморрой, который я уже три сделала, три операции. И все равно у меня появлялись узлы. Это постоянное кровотечение, это постоянные боли, это нервоз постоянный, потому что все вместе. Герпес генитальный, который выскакивал у меня в районе таза. Это перед менструацией, после менструации это было регулярно. Постоянно белый налет языка. Это, понятное дело, кандида. Кандида – это очень опасный грибок. Увядала, увядала панкреатит, холецистит, гепатит, гастрит, язва. Я не знаю, может ли быть столько болезней в одном человеке. Потом у меня была очень длительная температура после того, как я лежала в больнице с ангиной. Я никогда не болела ангинами. Последние несколько лет я ангинами болела очень серьезно. Вплоть до того, что мне хотели удалять гланды. Слава богу, отказалась. Я поверила в программу Катюши, потому что через три недели у меня закончился понос. И я пошла дальше. Так вот, по итогу, что я имею? Мало того, что у меня прошли все мои заболевания. Понос. У меня раскрутился желчный. У меня хорошо стала отходить желчь. У меня перестали вообще быть какие-либо боли. У меня прошел геморрой. У меня прошел герпес. У меня ушла вся сухость. У меня ушла перхоть. У меня перестали выпадать волосы. У меня ушла вся пигментация. Я стала покрываться пигментацией. Казалось бы, когда мне все говорили возраст, у меня упало зрение. Я не могла близко читать. Вот с телефона я уже читать ничего не могла. Так по итогу. Зрение восстановилось. Волосы не выпадают. Кожа стала гладкая, нежная. Перестали лопаться пятки. У меня постоянно был под ногтевой мозоль. Может, кто-то с таким сталкивался. Что я только не делала, по каким я подологом только не ходила, мне ничего не помогало. У меня постоянно распухали пальцы на ногах, я не могла ходить. Это все у меня пришло в норму. Больше нет никаких проблем. У меня потихоньку уходит ботокс, который я колола. У меня ушли отечности. Благодаря дыхательным практикам, периодическим голоданием, закаливанием. У меня постоянный был озноб. Я спала под одеялом даже летом. Мне постоянно было холодно. Сейчас это все ушло. Я теперь прекрасно сплю. Я просыпаюсь в хорошем настроении. Я просыпаюсь очень рано. Для того, чтобы сделать все то, что мне нужно. Это дыхание. Это облиться. Это выпить всю свою терапию. Это употребить перекись соду, горькие травы, черный тмин, керосин, который, кстати, многие боятся пить. Я также боялась пить керосин. Я даже представить себе не могла, что вот эти народные средства просто меня будут потихоньку исцелять. Я очень сильно похудела. При росте метр семьдесят три я стала сорок три килограмма. Я этому тоже очень сильно испугалась. Я очень резко перешла на сырую еду. Потому что, когда я начала понимать, что кушая сырую еду, мне становится легче. То, от чего мне всегда было раньше плохо, от яблока, например, на голодный желудок, от лимона, который я не могла есть, у меня сразу была оскома, у меня типа якобы повышенная кислотность. У меня стало все функционировать идеально. Я сдаю периодически некоторые анализы, дабы убедиться, что у меня проходит болезнь. Да, они уходят. Они уходят. Холецистита, панкреатита, как и не было. Гепатит туда же, который, кстати, невозможно было вылечить. Налет на языке потихоньку пропадает. Продемонстрирую. Вот такой он сейчас, но это еще работать и работать. Вот такой слой был, который я счищала каждый день, и он появился заново. В трех цветах. Белый, желтый и коричневый просто. Полоска на языке, ну и так далее. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы поверили в это, потому что это истинная правда. Натуропатия работает. Катина программа просто построена настолько идеально. Все, что она предлагает, мы это все проходим на себе. Ну, я в частности. Я в частности. И много очень людей исцеляются от очень серьезных заболеваний. Все болезни. Раки, спиды, панкреатиты, холециститы, разные проблемы суставов, дыхательных путей, псориазы, менструальные циклы нерегулярные, геморрои, герпесы. И вообще все болезни связаны конкретно с паразитами, грибами, простейшими, уреоплазмами, трихомонадами, циталомегавирусами и так далее. Диагнозов много, болезнь одна. Это зашлаковка вашего организма. Люди, включайтесь. Мясо кушать нельзя. Нужно вести, стараться образ жизни полностью изменить. Это постоянные клятвы, аскезы. Нужно жертвовать, нужно действовать, дабы жить в счастье. Только сейчас у меня ничего не болит. Я 7 месяцев прохожу эту программу, чувствую себя прекрасно, есть силы продолжать и действовать дальше. Я подключаю потихоньку своих родственников. Моя мама, например, которая постоянно ходила только с баллончиком, у нее была астма. Постоянные гипертонии, у нее постоянно было повышенное давление. Скорая у нас была просто каждый день. Все это потихоньку ушло. Мама потеряла вес, стартовала с 116 килограммов, сейчас она 84, и продолжаем работать дальше. Глисты выходили тоннами. Ребята, прошу вас поверить в программу Вит и Катарсис. Переходите к ней на канал. Эта девушка создала нечто нереальное. Ходить по врачам нет смысла. Они нам не помогут. Они настолько поставят в очереди за смертью. Для того, чтобы привести нас к тяжелым болезням, любое заболевание можно вылечить. Это 100%, теперь я уже точно уверена. Всем мира, добра, любви и счастья. Верьте, любите и будьте любимы. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, вот таким видео поделилась моя ученица Татьяна. Она одна из лучших моих учениц. И она моя надежда на наше славянское будущее. Моя надежда, что она тоже, скажем так, в наиближайшем времени будет так же помогать, так же стремиться. И она уже это делает в моем телеграм-канале. Она максимально помогает людям. Когда у меня нет возможности ответить, она всегда отвечает. И чем отличается я, отличается Таня? Потому что мы делаем это из любви. И вот Таня наглядный пример того, что сколько бы ты не хотел по врачам, они либо не знают, либо не скажут тебе правду. И это невыгодно системе. Таня набрала смелости, я очень ей горжусь. Она так переживала записывать это видео. Но ей есть еще сказать намного больше. Больше. И она это скоро сделает. У Тани сейчас мало возможности, конечно, проводить полностью мою программу, как это следовало бы. Как это следовало бы в идеале. В идеале. То есть взять на месяц, на два и провести четко по инструкции. Это бы ускорило все эти моменты, которые с ней чудеса уже произошли, но могли бы произойти намного быстрее, как это случалось с другими моими учениками, которые имели колоссальный прорыв тоже, но эти ученики, они делали все пошагово, то есть в течение двух месяцев все четко выполняли по инструкции. У меня есть цифровой курс на один месяц. Также я работаю персонально один месяц либо два месяца. Полный курс рассчитан на два месяца и половина один месяц. Дальше уже человек сам. Сейчас я индивидуально не беру никого в связи со своей занятостью. Именно поэтому я открыла свой телеграм-канал. Ссылку вы можете найти либо в комментарии, либо в шапке профиля. Там со всеми моими знаниями, плюс бесплатная консультация, плюс бесплатные абсолютно уроки по дыхательным сеансам, по ледяным ваннам. Скоро будет сеанс. Поэтому я вас активно приглашаю. Если вы хотите получить знания о том, как стать здоровым, пожалуйста, добро пожаловать. Вита катарсис. Вита